Станица Архонская, Северная Осетия. Как понятно из самого названия населенного пункта, живут здесь преимущественно казаки. Живут аж с конца 19 века. Казачья культура вся насквозь пронизана верой, органично вписанной в быт и жизнь. Люди живут и молятся, и не мыслят себя без годичного круга богослужений. Так было всегда. Был храм прямо здесь. То есть старый храм, казачий, который был разрушен в 30-е годы, он находился прямо здесь. Вот этот храм построен прямо на фундаменте старого храма. Уже в 1947 году, получается, после войны, когда была оттепель в отношении православной веры со стороны государственной власти, вот на той улице Казбекской, там улица есть, там выкупили дом. Его полностью перестроили, уже сделали не чей-то дом, а церковный дом сделали. К тому времени храм был разрушен. И там сделали молитвенный дом, тоже Александра Невского. И там совершали службы до 1918 года. Иерей Дмитрий Хистанов, настоятель храма Александра Невского, станицы Архонской, служит здесь с начала 1918 года, когда был достроен и освящен храм. До этого прихожане собирались на службу в небольшом молельном домике, в котором в свое время начал панамарить и архимандрит Матфей Мармыль. Отец Дмитрий знает каждого прихожанина по имени, знает об их бедах и радостях. Всегда рядом. Господи, благослови, что там? Приехали? Приехали, все, поедем. Поедем. Когда даешь духовный совет какой-то, то обязательно нужно молиться. Без молитвы совет давать, конечно, ни в коем случае нельзя. Даже священник, ты был бы кто-то другой, духовного сана, монаха. Потому что нужно обязательно спрашивать у Господа советы, благословения, чтобы Он тебя наставил. Потому что бывает, после такой молитвы приходят какие-то добрые мысли, что ты не ожидал даже от себя. То есть Господь внушает, что именно сказать человеку. Памятью об архимандрите Матфея Мармыле, уроженце станицы Архонской, пронизана каждая улочка центра станицы. В его честь названа одна из центральных улиц. Здесь он родился, вырос, здесь понял, что посвятит свою жизнь служению. Его помнят и почитают, молятся за него каждый день. Такой факт, что он шел на золотую медаль, и должен был по справедливости получить золотую медаль, потому что очень хорошо учился в школе. Но когда он выпускался, ему директор школы сказал, что если ты будешь поступать в семинарию, мы тебе медаль не дадим. Если ты не будешь поступать в любое другое заведение учебное, любое, мы тебе дадим золотую медаль. На что отец Матфей сказал, что я буду поступать в семинарию, ваша медаль мне нужна. Он чуть старше на два года от меня. Как он был, как все, как его годы, как он молитвенник. У нас храм этот был разрушенный. Это наши рабы божьи, матеря наши, бабушки, стремились прийти в храм, помолиться. И одна вдова в нас, Дробнич, Мария Алексеевна, она приняла на улице Ленина дом, отдала под храм. И вот это сколько лет уже был храм там, все приходили, молились. И отец Матфея, как он с детства там был, все на послушание. Первый раз мы к батюшке попали, просто посмотреть Сергею Лавру, Сергею Пасаду. Как бы Господь сподобил увидеть батюшку. Леонтьевна, мать Сергея, отца Матфея, сказала, что будет торжество. И мы как бы попали на это торжество. Было много священников. Было владыка, и батюшка нас как бы завел туда. И мы такую благодать получили. Владыка нас благословил. И такая радость была. И как бы я собиралась домой уже ехать, я как не воцеркленная была. Батюша сказал, нет, в видение Пресвятой Богородицы вы должны обязательно побыть. И мы остались там. И видели, как отец родной, батюшка нас и встретил, и провожал, и это самое. И даже в дорогу нам дал, там помидорчики, все это самое, чтобы как бы этот помидорчик съев, и мы всю дорогу были сыты. Да, и потом уже неоднократно мы к нему ездили. Очень часто так вот по благословению батюшки. Ну дай Господи нам, чтобы храм сейчас и шел на радость, чтобы наши внуки, правнуки все молились, призывали Господа Бога на помощь. Архимандрит Матфей Мармыль – личность легендарная. По сути, это самый известный регент-монах второй половины 20 века, аранжировщик, хоровых партитур и композитор. Возглавляемый им хор Троицко-Сергиевской лавры гремел на всю Россию и зарубежье. Современники вспоминают, что известны своим мягким, но могучим звучанием хор Матфея Мармыля сразу покорял сердца даже невирующих людей, зашедших в храм на экскурсию. С детства, находясь на клиросе церковного хора, он почерпнул напевы, которые потом перенес хору лавры, придав ему особое архонтское звучание. И этим станичники гордятся особенно. Мы с ним ездили по многим местам, были на святой земле. Батюшкин хор – это был единственный хор в Советском Союзе, который мог выехать спокойно за границу с концертами. В советские времена, представляете, железная занавесь, да, и насколько батюшки доверяли, да, что люди, которые с ним выехали, они с ним и вернутся. Батюшка, даже приезжая сюда в отпуск, он переодевался в гражданское, чтобы никто не обращал внимания на то, что он монах, там, священник, все. И у него получился такой, значит, случай, что в Лавре произошел пожар. В келье сгорело все. Осталась только икона Матери Божией, Казанской, и осталось только его облачение. И вот это его сподвигло на то, что он больше никогда в жизни не снимал по грязнику. Никогда в жизни. Настолько батюшка свою жизнь связал с церковью, свою жизнь связал с Христом, до сих пор он за нас молится, потому что, вы посмотрите, он всегда говорил так, вы живете на священной земле Алании. Вы живете в священной станице. И вот заметьте, его молитвами станица Архонская, она находится как будто бы под каким-то колпаком. Вокруг Архонки проходят какие-то катаклизмы. Там затопило, там градом выдавило, там ураган прошел, там еще что-то. А Архонка обходит все стороной. Я думаю, что это молитвами и батюшки, молитвами старцев, которые здесь были, молитвами тех монахов, которые открывали здесь храмы после разорения. Пускай Господь упокоит все их души, да? И молитвами нынешних священнослужителей и за нас, и за всю нашу священную землю, чтобы она сохранила веру православной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова